всем привет хочу показать последние работы то что я сделала работы с флисом это казахстанский меринос очень много тут всяких разных флисов от разных разных овечек насколько знаю здесь скотонка рогая есть со всей области восточно-казахстанской вот такие разные флисы сейчас покажу немножко поближе здесь вот и совсем вот эти молодые барашки есть и флис ягненка который вот так вот завалялся очень хорошо и еще какие-то вот флисы в общем в каждой шапочке у меня их две вот это и вот это использовано порядка шести разных флисов вот такие шапочки очень теплые и уютные они как ни странно на то что они они несмотря на то что довольно такие плотные очень плохо сзади драпируются то есть можно сделать чуть больше чуть меньше шапка на удивление идет и молодым и постарше очень понравилось моему племяннику причем как мальчики так и девочки могут носить очень вот такая универсальная шапка папаха или шапка с ушками как угодно потому что есть вот это вот более скромные ушки а вот тут вот уши на славу такие получились большие лопухи но очень такие оригинальные шапки лохматые вот такой дикий гламур почему дикий гламур потому что на виду с флисом здесь использовалась еще такая вот ткань она блестит с люрексом и если не ткань допустим то я расшивала еще серебряными там розовыми нитками сейчас покажу на другой шапочки очень интересно вообще работать с флисом я люблю флис потому что дает самые такие необычные фактуры верну шапку ее можно носить как на одну сторону так и на другую в зависимости от того какой цвет глаз вот и она получилась такая неравномерной правда на самом деле такая диковатая шапка как вот знаете фильмы показывают старинные как первобытные люди жили вот из шкур зверей но это не из шкуры это здесь использована только шерсть животного и ткань вот такая ткань она тоже поблескивает здесь видно с этой стороны вот она сквозь вот эту такую дикость поплескивает вот такая ткань любопытно и флис различные вот мохнатые ушки у нас вот такие получились вообще флис дают самую разную фактуру в зависимости от того какой молодая овечка или это вот ягненок или это уже более взрослая овца разные разные такой величины длины толщины структура в общем самое самое разнообразное внизу тоже вот такие вот ушки с такими кучеряшками у нас получились то есть вот так вот можно носить я вставлю фотографии на себе примеряла но как-то не очень удачно но все равно что можно было посмотреть как это смотрится очень хорошо формуется на болванки придается форма запоминает флис и прекрасно держит форму даже если ее снять смять вот шапка допустим стоит она стоит сама по себе вот она запомнила эту форму она стоит прекрасно это вот другая немножечко шапочка тоже флис но использован шелк здесь натуральный шелк вален который дает вот этот цвет вот такая челочка у шапочки сейчас вот я на руку возьму так вот может быть лучше видно а сзади вот вот такая здесь структура получилась здесь я расшивала белый флис бронзовой ниткой золото немножко добавляла в общем я говорю что назвала их дикий гламур дикая шапка с гламуром небольшим таким гламурчиком ну любопытные конечно любопытные шапки буду продолжать работать еще с флисом делать шапочки может быть немножко другой формы но очень такие оригинальные по крайней мере молодежи нравится не знаю как старшему поколению а молодежи очень нравится и тем более возможности у флиса очень большие мы сделали жилет в мастерской надежда делала себе тоже из этого флиса вместе с шелком там тоже очень интересная фактура я видео у меня есть я его поставлю может быть чуть позже а может быть чуть раньше я даже не знаю видео будет о том как мы раскладывали немножечко там и о том какой вот получился жилет очень красивый очень интересный там еще одна шапочка осталась в мастерской которая уже готова висит все эти шапки будут вывезены в ближайшее время в на выставку на ярмарку и посмотрим как будет реагировать мне просто интересно насколько это будет пользоваться спросом ну даже просто для украшения витрины они будут там присутствовать вот эти вот шляпки как-то разнообразить посмотрим будут ли такие еще шляпочки шапочки у кого-то из мастеров тоже интересно посмотреть но я думаю что мы такие одни будем таки с такими шапками но на сегодня все такое коротенькое видео просто хотела показать последние мои работы с этими шапочками я еще буду искать какие-то новые формы какие-то новые сочетания но вот это тоже для себя на память конечно я хочу оставить чтобы не забыть какие шапочки у меня были вот здесь из казахстанского флиса в беларуси тоже буду искать конечно местный может быть флис какой-то что-то буду еще выписывать а вот местные овечки они себя показали очень хорошо потому что флис мягчайший очень мягкий очень хорошо вваливается единственный недостаток конечно это сорность это сорность очень много времени уходит на то чтобы его почистить вот от сора и потом уже валять вот это тоже опыт все на этом будут закругляться я думаю всем будет интересно посмотреть что же такое за казахстанский флис что из него можно сделать делать с чем его едят и какой он разнообразный то что тут еще раз хочу показать каких тут только оттенков нет от серого от светло-серого белого и до черного с проседью то есть вот такой вот флис есть такой нежно-коричневый горчичный я его еще смешивала миксовала разные оттенки посмотрите вообще красота я очень довольна конечно не просто в удовольствие было поработать с таким флисом все всем пока пока и до нового видео вот скорее всего я выставлю наверное жилетик который мы сделали из флиса надя делала я консультировала получился просто вот великолепный жилет потом расскажу еще дополнительно об усадке садится жилет у нас сел наверное практически в половину еще раз всем пока пока до следующего видео